Говоря о Башире Ромееве, задает один и тот же вопрос, жил ли он в Казани. С Казани его напрямую ничего не связывает, но связывают его исторические корни, его дед, известный татарский поэт, очень интересные стихи. Это вот это вот основное здание, это старое основное здание. И даже сейчас уже сложно, как-то, знаете, так быстро память стирается, где стал кирпичный забор, здесь какой-то был внутренний двор, мы сейчас заходили, здесь такие колонны шахты выходили, крысы бегали. На самом деле я сначала не понимал, зачем вот эта ржавчинность, так называть, приколачиваться. Но архитекторы посчитали нужным. Это, собственно говоря, здание, которое было построено с нуля, оно имеет с собой определенную историю. Долго с историками работали. Занимались вообще в целом вопросами, кто ставил у истоков, как микроэлектроника развивал, что было в Советском Союзе. И действительно фамилия Пашер Амив, она так стоила, потому что мы нашли архивные документы, когда в 48 году Исаак Круг и Пашер Амив получили сталинскую премию и запатентовали первую автоматизированную цифровую электронную вычислительную машину, на базе которой был создан компьютер Урал, первый промышленный компьютер. Хотите с кем-то провести встречу? Все свободно, все открыто. Welcome. Если вы просто горожанин, вы можете просто насквозь пройти и перейти на улицу Спартаковска. То есть первый этаж, он работает для всех. Приложение. В чем его задача? Первое, да? Вы можете заказать постоянно пропуск, можете заказать разовый пропуск. Когда у вас есть пропуск, у вас приложение может быть не включено. Что проходится? Карточку, которую обычно люди забывают. Здесь есть камера, для того, чтобы сканер QR-код. Этот проект, он тоже единственный в России. Это производитель из Татарстана, информатика. Наш рецепшн. Самый крупный объект в России в области киберспорта. 110 игровых мест дает возможность проводить очень крупные турниры. Есть киберспорт такой классический с кургатурой. Есть киберспорт, связанный с приставками. Есть киберспорт, связанный с виртуальными технологиями. И как, Лена, ты сейчас сами играете в свободное? Если честно, нет. У меня приставка Sony PlayStation есть. Ага. Я ее покупал давно, наверное, лет 15 назад. Играл немножко. А потом, до сих пор, если я ее использую, как сервер для хранения фотографий. Максимальный приглушенный свет. 6 игровых рабочих мест. Это 5 игроков, 1 тренер. Идет Бердыев, Юлитинов. Все игроки. И, в общем, идет разбор стратегии. Уже связан с негатеорией. Аудитория киберспорта из года в год растет. Киберспорт. Действительно, спортсмены тренируются. Ловкость, мышление, интеллект. Потому что в шахматах вы тоже там не двигаетесь. Вы должны определенным образом когнитивно быть успешно. Но шахматистик, кто хорошо играл, он 10-10 часов в неделю тренируется физическим видом спорта. Наш Тимур переехал из Донецка в 2014 году. Выкупает наше спортивное направление. Студия спортивная, профессиональная, нестандартная, необычная. Вы видите ринг. На самом деле это не просто ринг. Это не просто зал, который мы используем как спорт. Также мы здесь намерены проводить различного рода мероприятия. И как раз ринг является центром притяжения, некой сценой. Стартаперы против инвесторов. Одеваем большой степетчат и вперед. Побегал вокруг кабана. Можете работать вообще в Урбане. Или, допустим, на Гетенбургских 52. В обед пришел помылся и пошел обратно дальше, называется, на работу. То есть спортзал тоже, он будет работать на всю инфраструктуру для всех. Изначально этой террасы здесь не было. Так. Она появилась за месяц до окончания стройки. Мы поняли, что не используя для пространства, здесь особая система. У нас абсолютно ровный пол. Осадки уходят через эти щели вниз. Там снизу специальная корыта. Под определенным углом вода собирается, вода сбором. Большая площадь, да? Да. И под востоком уводится уже в ливневую канализацию. Отдельный вход, никому не мешают. На седьмой этаж поднялись. И там тоже специальная защита. И оттуда прекрасные виды наказания. Если на отражение человека о чем человек думает, то, собственно говоря, он первым делом и с этих кнопочек включает. Вот эти. Девушки думают про любовь. Мы очень долго думали, как его правильно спроектировать. Президент нас правильно поправил. Он сказал, ребята, если вы делаете большой проект, делайте так, чтобы это было на года, на века. Особенно в том, что первый зал на 600 мест. Второй, если видеть вот эти перегородки, они вот таким образом выезжают. Можно зал поделить на две части. Могут два мероприятия проходить параллельно. Если надо провести одно мероприятие, то стулья можно убрать. Вот эти задние кресла, они заезжают внутрь. Единственный экран в России. 18 метров на 5. Люди в течение дня проводят 30% на 7, 70% на 10. 30% работают в таком формате. Возможность еще проводить переговоры. У них есть такое понятие, как виджайл, когда ты в стоячем виде проводишь небольшие действия. Мы пытаемся делать классный принцип. У нас будут зоны спорттеха, медицинских стартапов, финтех отдельно. Ну и таковы устранены. Но мы делаем по принципу, если есть инициатор. Вот Вадим Янгиров взялся за спорттех. Он 4 месяца учился в Нью-Йорке. В Нью-Йорке он проходил акселерацию по собственному проекту. Посмотрел, как все это выглядит. Приехал сюда. Теперь он является организатором того процесса, где можно компании в области спорттеха подтащить сюда. Любой человек, вот абсолютно любой человек, журналист, блогер, музыкант, архитектор. Это в целом просто человек, который делать, если ему нечего, хочет прийти куда-то и провести время. Может, возможность заказать себе разовый пропуск, месячный пропуск, и работать, проводить время здесь. Ух ты! То есть человек работает именно в таком формате. Сразу отдыхает спина. Разумный человек приспосабливается к миру. Неразумный упорно пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей. Сами себе строят удобное место. Промышленная робототехника. У этого робота есть возможность распознавать речь, цвета. За этим будущее определенное. И вот уже видно, что эти заготовки сделаны. Манипуляторы, которые оставляют конвейеры, позволяют детей учить вот этому конвейерному правильному производству. В общем, этот центр прототипирования, позволяющий детям при необходимости с помощью специализированного оборудования делать модели, прототипы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин